Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Дракула, История любви. Сезон первый, серия шестая. Друг детства. Влад стоял прямо надо мной с ножом в руке. Его лицо было мрачным и отчужденным. Я попыталась закричать, но голос подвел и выдал лишь тихий стон. Ах! Хозяин замка посмотрел на меня, будто только что заметил, а в следующую секунду резко опустил нож. Острое лезвие точным движением перерезало лазу на моей груди, а затем и на запястьях. Я смогла сесть и стала дрожащими пальцами распутывать остальные стебли. Влад наблюдал за мной тяжелым, грустным взглядом из-под лобья. Лая, прости меня. Прости? Ты притащил меня сюда, пока я спала. Связал и... Я этого не делал, лишь хотел освободить тебя. Но тогда кто? В замке сейчас только ты и мои друзья. Снова тяжелый взгляд, без ответа. Да, у нас же еще Антон висит вниз головой. Жалобно замычал дворецкий, все еще висящий вниз головой. Влад раздраженно обернулся. Он подошел, снял Антона с крюка и, взвалив на плечо, вынес его из зала в коридор. После этого захлопнул дверь и вернулся ко мне. Бедный Антон, ты бросил его в холле, даже не развязал. Антон подождет. Сейчас я должен поговорить с тобой без лишних глаз и ушей. О чем говорить? Скажи, что и его ты не связывал. Да, скажу. К этому времени мне удалось распутать почти все стебли. Лишь несколько побегов плотно обхватили мою лодыжку и никак не поддавались. Я дернула ногой, чтобы разорвать их, но только крепче затянула узел. Лоза больно врезалась в кожу. Ах! На глазах выступили слезы от боли, страха и бессилия. Что тебе от меня нужно? Кто ты такой? Влад наклонился совсем близко и осторожно перерезал лозу. От нее на ноге остались глубокие темные полосы. Он посмотрел на них, потом на меня. На мгновение его глаза отзеркалили мою боль и смятение, будто он почувствовал все. Его пальцы потянулись к следам на коже и, осторожно, едва касаясь, погладили их. Ой-ой-ой. Ммм, замру и посмотрю. Я невольно затаила дыхание, с удивлением глядя на Влада. Его пальцы еще раз скользнули по моей щиколотке. Я знаю, больше всего ты сейчас хочешь уехать, но... Он вдруг взял меня за плечи и сжал их, бережно, но крепко. Я не могу тебя отпустить. То, что было сегодня, не повторится. Замок – самое безопасное место для тебя сейчас. На его лице проступила бледность, выделив резкие черные тени под глазами. Он замер, глядя в одну точку и медленно втягивая воздух. Так, все равно до сих пор непонятно, что же произошло. Но, как я и ожидала, он пришел нас освободить, а не прирезать. Такой странный, закрытый, напряженный. Опять ничего не объясняет. Почему же мне кажется, что он говорит искренне? Я так подумала и тут же испугалась своего желания верить тому, кто пару минут назад нависал надо мной с ножом. Дернулась в тисках его рук, но вышла неубедительно. Он проговорил тихо и будто через силу. Пожалуйста, перестань. Хорошо. Уговорил. Я не думала, что сейчас сердечки пойдут. Он стиснул зубы так, что я услышала их скрежет и медленно провел руками по моим плечам. Его ладони были холодными, но мне от них стало жарко. Я чувствовала силу его рук, но еще сильнее в нем было нечто другое, идущее изнутри. Оно влекло и держало меня крепче любых привязей и оков. Я не знаю, кто ты, но уже не хочу, чтобы ты меня отпускал. Влад будто прочитал эту мысль, на бледном, измученном от напряжения лице блеснули яростно живые глаза. Он привлек меня к себе так близко, что не оставил места даже для вдоха, настойчиво приподнял мой подбородок и поцеловал. Его прохладные губы коснулись моих, но едва я приоткрыла рот ему навстречу, он отстранился. Влад порывисто вдохнул и пристально посмотрел мне в глаза, будто считывая мои эмоции и ощущения. Еще одно короткое, требовательное прикосновение его губ и снова резкое отстранение. И еще. Обманчивые поверхностные поцелуи одними губами и глубокие взгляды сверкающих глаз, выворачивающие мою душу наизнанку. Я все еще сидела на столе, а он стоял рядом, прижимая меня к себе. Раньше ему было болезненно прикасаться ко мне. Что сейчас изменилось, интересно? Или так быстренький и чмок неболезненный? На каменных стенах плясали тени от свечей, розы дурманили тонким ароматом. От их запаха и его близости у меня окружилась голова, и было невыносимо мало этих беглых, рваных касаний его губ. Когда Влад снова приблизился, я обхватила его лицо ладонями и сжала, не желая больше отпускать. Короткое движение его головы в попытке отстраниться, но тут же он замер. Я поцеловала его жадно, сладко, по-настоящему. Мне хотелось пробиться сквозь его лед, почувствовать, что он скрывает за своей отстраненностью. А он ответил не сразу, сдержанными, неторопливыми движениями, но постепенно они становились все более порывистыми. Его руки заскользили по моему лицу, волосам, шее, и я почти растворилась в горячих ласках его губ и языка. Но вдруг все оборвалось. Он резко отодвинул, почти оттолкнул меня и отошел в сторону. Это было так неожиданно и грубо, что к моему горлу подступил ком. Словно ничего не видя, он несколько раз провел рукой в воздухе и, наконец, нащупал стену. Тяжело дыша, Влад прислонился к ней, опустил голову и прикрыл глаза. Теперь его лицо было не просто бледным, а белым, как полотно. Из носа тонкой струйкой потекла кровь. Он все это время терпел боль? Влад... Я бросилась к нему, хотела коснуться его, но он отшатнулся от меня. Послышались чьи-то голоса. Дверь шумом распахнулась. В зале показались Сандра и Лео. Там Антон связанный, а у вас тут что происходит? От переполнявших меня эмоций я не могла нормально говорить. Я... Кто-то связал здесь меня и Антона, а потом Влад с ножом, я думала, это он, а у него кровь и... Постой, что? Кто-то связал тебя? Да, пока я спала и перенес сюда из комнаты. Сандра растерянно посмотрела на Лео, на Влада, потом на меня. Ну кто? Персонал не ночует в замке, а мы с Лео и Владом до сих пор были в библиотеке. Влад был с вами, правда? Да, весь вечер. Мы говорили о случившемся в Брашеве, разошлись минут двадцать назад. Примерно тогда же я и очнулась. Влад медленно подошел к стулу, сел и оглядел нас. Его дыхание почти пришло в норму, к лицу понемногу возвращались краски. Тебе лучше, я так рада. И ты не связывал меня, этому я рада еще больше. Влад болезненно улыбнулся и посмотрел мягче и теплее обычного. От Лео не укрылись наши с ним взгляды друг на друга. На его лице появилась плохо скрываемая досада. Но кто-то ее похитил прямо у нас под носом, а значит ты и я мы оба дали маху. По голосу Лео было заметно, что он начинает закипать. Может быть ты знаешь, что происходит в этом чертовом замке и кто это мог сделать? Влад на секунду прикрыл глаза, потом мотнул головой. Я не видел. Антон, может быть он видел? Лео принес дворецкого обратно в залу и освободил от веревок. Бедненький, он все-таки лежал, кошмар. Мало того, что неизвестно сколько времени он висел вниз головой, а потом просто лежал и ждал свой... Ужас, жалко его. Стал задавать вопросы, но тот их будто не слышал. Хаах. Лицо Антона было каким-то чужим, зато маненный взгляд блуждал. Он нервно вздрагивал и похихикивал. Да он не в себе. Дворецкий выпучил глаза, махнул рукой и крикнул на манер глашатая. Последнее слово он особенно выделил голосом. Влад изменился в лице. Я испуганно наклонилась к Сандре и шепнула. Что он сказал? Переводится как подарок королю. Реге, это король. Влад глубоко втянул воздух, потом повернулся к нам, стараясь говорить спокойно. Лая, Сандра, уже поздно. Идите спать. Лео, ты мог бы проводить их, а потом вернуться и помочь мне тут? Он кивнул на Антона. Лео холодно прищурился. Обязательно. Поговорим заодно. Но... Пожалуйста, идите. Мы с Лео отвели Сандру в ее комнату, потом он провел меня в мою. На пороге он задержался и взял меня за руку. Лая, ты как? Такой ужасный день. Убийство Смотрителя, потом это похищение. Он ласково погладил мою ладонь, спрятав ее между своими. Да уж, не таких ты ожидала каникул, верно? Я грустно улыбнулась. Лео приобнял меня и коснулся губами лба. Я пойду, а ты ложись, отдыхай. Он уже развернулся, чтобы уйти, но вдруг остановился, что-то вспомнив. Это слово, которое выкрикивал сейчас Антон. Реги. Мы ведь его уже слышали. Когда? Я не помню. Ночью в моей машине. Помнишь, те голоса за окном что-то скандировали? Тогда я не понял, а теперь уверен, это было слово Реги. Ночью я спала тревожно. Глубокий сон пришел лишь под утро, поэтому проснулась я позже обычного. Едва я вышла из замка, как меня обдало холодом, температура воздуха заметно упала со вчерашнего дня. Он и так мрачненький, мягко говоря, замок, а еще когда весь в тумане, так вообще просто полная мистика. Туман с гор, казалось, теперь переполз во двор, и все вокруг было окутано холодной дымкой. Слышала, в горах такое бывает, но чтоб так резко. Да, здесь уже не так романтично. Во внутреннем дворике тоже было туманно, цветы на клумбе поникли, вся атмосфера была какой-то гнетущей. Слась, кому говорю. Лео стоял у края террасы и смотрел куда-то вверх. Там на деревянном навесе сидел его кот и довольно ухмылялся. Наш Носферат, вот из люка принесли тебе, да? Не слушается? Привет, Лая. Да вот. Лео подвинул стулья, и мы сели. Я посмотрела на небо. Оно было беспросветно серым, а прямо над замком зависло темное выпуклое облако. Хотя ясно ощущался ветер, облако не двигалось. Птиц над замком по-прежнему не было. Какое странное облако. Действительно, будто чей-то глаз смотрит сверху. Ночью, кстати, был дождь. Значит, ты был прав насчет приметы. Если нет птиц в небе, это к дождю. Но странно, что они до сих пор не вернулись. Наверное, из-за тумана. Лео, что вчера было после того, как мы ушли? Он ответил неохотно. Да ничего. Никаких следов похитителей мы не нашли. Больше с Антоном возились. Как он? Пришел в себя? Нет, так же. Влад с утра повез его в ближайшую больницу. Что-то вчера здорово потрясло нашего дворецкого. Возможно, его запугали или опоили чем-то. Я поежилась. Все, думай, почему с вами так по-разному обошлись. Его связали и подвесили грубо, небрежно, как кусок мяса. Тебя же уложили аккуратно и красиво, как нечто ценное. Я вообще не представляю, кому и зачем это могло быть нужно. Перенести людей из одной комнаты в другую, связать и так оставить, похоже на очень глупую шутку. Носферату наконец-то изволил спуститься и прыгнул на колени к хозяину. Вот не понимаю кот благородных кровей, а повадки как у бродяги. Да и воля будет целыми днями шататься по улице. Хе-хе. Лео хотел нахмуриться, но вместо этого улыбнулся, не скрывая нежности к питомцу. Кстати, ты так и не узнал, куда он тогда исчезал в отеле? Ну, есть одна версия. Служащие сказали, что в те дни на мой балкон зачастила какая-то черная кошка. К Носферату приходила девушка. Думаешь, он с ней ходил гулять? Ну, какая девушка? Он чистокровный канадский сфинкс с уникальной родословной. Ему нельзя связываться с беспородной уличной кошкой. Почему родня канадского сфинкса живет в Румынии, а сам Носферату оказался в Штатах? Все сложно. Долгая история. Расскажи. Когда в 60-х в Канаде появились первые сфинксы, несколько котят сразу выкупило семейство румынских князей. Большие ценители и коллекционеры редких видов кошек. В итоге здесь пошла своя линия уже румынских сфинксов. Князья строго следили за родословной, да и сейчас продолжают. А Носферату мой сосед решил сделать своей девушке экзотичный подарок. Купил и привез такого котенка. А потом они расстались, и малыш оказался на улице. Скитался по двору, пока я его к себе не забрал. Кошмар. Уж лучше его как-то продать, и я уверена, что он стоит больших денег, чем вот так просто выбросить. И я думаю, не проблема найти такому котенку у хозяев. Вот он загрустил, когда вспомнил. Бедняга. Хорошо, что он оказался в любящих руках. Из кармана Лео раздался булькающий звук. Оповещение. Носферату пора принимать витамины. Присмотришь за ним, пока я их принесу? Он расстроится, если сейчас забрать его в дом. Ах, да, конечно. Спасибо. Ты просто прелесть. Я быстро. Он посадил кота мне на колени. Я легонько погладила Носферату по голове, и тот довольно замурчал. Ты положила начало дружбе с котом. Какая приятная у него кожа. Вот та бархатная. Если опять будет лазать по изгороди, не страшно. Главное, не теряй его из виду. Лео поспешил в замок. А кот вскоре исчез с моих ног и начал умываться. Со стороны кухни ко мне вышел паренек, которого я видела здесь и раньше. Он заговорил с довольно сильным акцентом. Меня зовут Валентин. Валентин. Антон заболел. Пока я служить господам. Есть свежий кофе. Пить? Спасибо, Валентин. Со сливками, если можно. Он принес поднос со всем необходимым, а сам ушел. Я налила в чашку кофе и уже хотела добавить сливки как. А вот и черная кошечка. Красотка. Это вообще мой мир кошки. С навеса прямо на стол прыгнула черная кошка. Она прокинула кофейник и метнулась дальше в кусты. Ну вот, попили кофе. Носферату, пронзительно мяукнув, бросился за ней. Нет, вернись! Обогнув кусты, я увидела, что они несутся по садовой дорожке и помчалась за ними. Носферату! Я же обещала, Лео! Дорожка быстро закончилась, и кошки запрыгали по траве, уводя меня в запущенную часть сада. Так это опасненько. Ой, капец, какая мрачная статуя. Наконец, черная кошка вскочила на голову какой-то статуи, а Носферату замер у ног из вояния. Я тоже остановилась и перевела дыхание. Что за место? Меня окружали кривоватые, одичавшие растения, статуи и могилы. Это кладбище. Кладбище располагалось у самой стены замка, было маленьким и, судя по всему, очень старым. Здесь было еще холоднее, чем у замка, так что я обхватила себя руками, пытаясь держать дрожь. Ах, да жутковатенько. Я с опаской покосилась на статуи и надгробья. Мне стало не по себе. Знаю, что ничего страшного в кладбищах нет, и все же не самое приятное место. Каменные надгробья от времени покосились, надписи на них почти стерлись, но одна могила выделялась среди остальных. Аккуратная, свежеубранная, на ней были высажены красивые цветы, а рядом стояла небольшая лампадка, и она была зажжена. Я присела и попыталась разобрать буквы на плите. Первое точно Е, потом Л, дальше совсем стерто, а в конце А, похоже, это имя... Да это имя Мур. На сферату призывно мяукнул кошке, но она лишь гордо глянула на него с высоты статуи и отвернулась. Хм, кошечка-кокетка. Неужели это та самая кошка, что приходила к нему на балкон в отеле? Но, прикинув расстояние от Бухареста до замка, я тут же отбросила эту мысль. Мало ли черных кошек. На сферату, прости, но нам пора возвращаться. Не та погода, чтобы гулять по кладбищам. Я потянулась, чтобы взять кота, и вдруг боковым зрением увидела чей-то силуэт. Прямо сзади меня кто-то стоял. Спину обдало холодом, дыхание перехватило. Я резко выпрямилась и обернулась. А ты кто такой, молодой человек? Наверное, встретив в подобном месте призрака, я удивилась бы меньше, чем при виде этого франта. Он выглядел так, будто возвращался с дипломатического приема. Костюм, осанка, тонкий шлейф хороших духов, волосы уложены с идеальной небрежностью. Единственным, что выбивалось из общей безупречности, были его глаза разного цвета. Один темный, другой светло-зеленый. Так, сейчас посмотрим, я сразу не заметила. Ну, так сразу, да, не видно вообще. Лая? Так вот вы какая, интересно. Молодой человек оглядел меня добродушным, но оценивающим и немного лукавым взглядом. Вы меня знаете? Наслышан. Мое имя Ноэлокит. Он протянул руку, и я неуверенно протянула свою в ответ. Вместо рукопожатия он взял мою ладонь и поцеловал ее, не спуская с меня глаз. Кто вы? Да, мы с ней так я мысленно, лая в слух. Кто вы, да? Помедлив, он отпустил мою руку и улыбнулся. Я давний знакомый Влада, почти друг детства. Сиди, думай, блин, кто это может быть? Мехмед Хасан? Вы из Швейцарии? Да, я сейчас по делам в Румынии, и вдруг узнал, что Влад тоже здесь. Просто не мог не навестить. Тем более нам с ним нужно решить кое-какие вопросы. Он указал на стену замка, и я увидела в зарослях старенькую ржавую калитку, ведущую наружу. Я только приехал. Водитель сказал, что знает хорошую дорогу, а сам завез меня с обратной стороны замка. И вы вошли через этот вход? Он звонко засмеялся. Да, представляете? Кажется, им не пользовались лет сто, и тут я через кусты. В лаковых туфлях? Он посмотрел на свою элегантную обувь и снова засмеялся. Смех у него был очень приятным, и, видимо, он это прекрасно знал. Ну что, проведете меня в замок? Так, Носферату он не нравится. Носферату вдруг оказался между нами, выгнул спину и злобно зашипел на моего нового знакомого. Тот испуганно попятился и задел ногой лампадку. Она опрокинулась, и в следующий миг брючина Ноэ вспыхнула. Его лицо перекосило. Он издал низкий грудной рык, совсем не похожий на прежний мелодичный голос. Ноэ махнул рукой по огню, и, словно по волшебству, пламя исчезло. Так что-то мне это совсем не нравится. А на его брючине не осталось никаких следов огня. А все произошло так быстро, что я совсем не была уверена, правильно ли я увидела и поняла. Он просто так убрал рукой пламя? Или оно не успело задеть брюки, а мне лишь показалось? Ноэ пробормотал несколько слов на неизвестном мне языке, при этом уголок его рта странно скривился. Но тут же он вернул себе прежнее беззаботное выражение лица, и, как ни в чем не бывало, улыбнулся. Милая котейка, ваш? Нет. Ну, пойдемте. Как-то я не хочу с тобой идти уже. Я взяла кота на руки, и мы с Ноэ повернули в сторону замка. Так. Так вы знали Влада ребенком? Ну, скорее подростком. Мы познакомились в школьном театре. Оба там играли. Влад играл в театре? Ахаха, сложно поверить, да? Но, тем не менее. И как? Получалось? В общем, он не любил актерство, и считал, что это не его. Но я бы сказал, что получалось у него отлично. Мы подошли к террасе. Там стояли Влад и Лео, о чем-то переговариваясь. Лая, Носферату, вы нашлись. Кот спрыгнул с моих рук и бросился к хозяину. Ты? Влад изумленно смотрел на Ноэ, и это было отнюдь нерадостное удивление. Но тот, будто не замечая, распахнул объятия навстречу другу. Влад, черт возьми, далеко же ты забрался. Лицо хозяина замка застыло в напряжении, но он позволил себя обнять, и сам тоже слегка приобнял старого знакомого. Как ты здесь оказался? Доброе утро! Всем привет! Увидев вошедших на террасу девушек, Ноэ тут же подошел к ним и представился. Сандра, какие необыкновенные у вас глаза! А вы, миле, просто очарование юности! Обалдеть, он их именно знает. Он поклонился, изящно провел рукой в воздухе, и вдруг в ней из ниоткуда появились три черные лилии. Милли захлопала в ладоши, а Ноэ вручил каждой из нас по цветку. И ты взяла? Тебе подарили черную лилию. Тут нету выбора не принять. Придется брать. Чудесный фокус! Лая, твои любимые лилии! Но вот такого цвета я еще не видела. Апчхи! Да, же у нашего котеечки аллергия, точно! Черт опять лилии! Пожалуйста, уберите! На сферату хотел зашипеть, но вместо этого еще пару раз чихнул и отчаянно зачесался. Мне показалось, что в глазах Ноэ мелькнул мстительный огонек. Цветы поставили в вазу подальше от стола, а Валентин подал нам завтрак. Ноэ сел между Сандрой и Милли и стал забалтывать их искре обаянием и осыпая комплиментами. Казалось, он и забыл о старом друге, которого приехал навестить. Его взгляд поочередно скользил то по одной, то по другой девушке, иногда по мне. И поблескивал все ярче. Леон наблюдал за этим с презрительным недоумением, а лицо Влада было подобно каменной маске. И как-то никто из девчонок не удивился, откуда он знает их имена. Я думала, что Влад мог бы рассказать, а он сам не в курсе был, да, что он приедет. По сути, кто рассказал тогда? Так значит, вы приехали сюда на каникулы. Очень мило. А кто это у тебя на кофточке, Милли? Это Виктор, любимый персонаж из игры. Он вампир. Ноэ поперхнулся кофе, а потом снова расхохотался. Так тебе нравятся вампиры? Как интересно. Он хитро прищурился и оглядел замок. Ты должно быть рада, что оказалась в таком месте. Оно бы подошло для вампирской истории. Милли неопределенно покачала головой. И чем же тебя так привлекают эти сосущие кровь монстры? Они романтичные, таинственные, сильные. И вообще не все пьют кровь. Да, почему-то людям нравится романтизировать зло, пока они не столкнутся с ним лично. Ноэ довольно откинулся на спинку стула. Знаешь, Влад, а я бы остался здесь на пару дней. Найдется комната для старого друга? Если бы можно было убить взглядом, то Влад, наверное, сделал бы это с ним. Он поднялся из-за стола. Пойдем, поговорим у меня в кабинете. Ноэ бросил каждый из нас по улыбке и нехотя последовал за Владом. После еды Лео и Милли остались на террасе играть с котом, а мы с Сандрой пошли к загону с ланями. После вчерашнего дождя площадка загона просохла лишь частично. Нам пришлось идти аккуратно, чтобы не угодить вслякоть. Ну как вы, наши хорошие? Так, мама все еще грустная. Малыши были веселы и резвились, а вот старшая Лань лежала, полуприкрыв глаза. Наложенная мной повязка совсем сползла, рана была открыта и выглядела не слишком хорошо. Мне это не нравится, тут совсем не зажило, даже стало хуже. Наверное, из-за того, что повязка упала. Мы снова обработали рану и наложили новую повязку. Я погладила Лань по голове. Если не станет лучше, нужно будет позвать врача. Мы еще немного побыли в загоне, наблюдая за игрой малышей и уже собрались уходить. Но Сандра вдруг подошла к ограде, присела на корточке и стала рассматривать слякоть. В замке есть дети? Нет, вроде бы. Я подошла к ней и увидела в грязи у самой ограды цепочку подсыхающих следов маленьких бусок-ножек. Явно детская нога и следы оставлены, думаю, сегодня, ранним утром. Может быть, кто-то из персонала замка пришел на работу с ребенком и, конечно, детям стало интересно посмотреть на Ланей. Да, возможно. Я вернулась в свою комнату и села за картины. Здесь постоянно что-то происходит, не успеваю работать, сегодня нужно поднажать, иначе не закончу в срок. Несколько часов я сосредоточенно работала и очистила почти всю центральную часть полотна. И, конечно, я узнала этот портрет. Ой, класс! Наконец-то прошлое! Лалей в напряженном ожидании смотрела на входную дверь. Урок должен был вот-вот начаться, но учеников в классе было гораздо меньше обычного. Почему Аслан и Влад не появляются? Она стала перечислять в уме имена других отсутствующих и вдруг поняла, что всех их объединяет одно – это пленные юноши. Учитель Мустафа показался на пороге класса и едва не был сбит с ног хрупкой фигуркой девушки. Лалей Хатун, куда вы? Лалей беспокойно ходила кругами, ожидая, когда Алибей закончит разговор с двумя солдатами. Наконец он освободился и подошел к ней. «Доброго дня, госпожа. Чем могу помочь?» «Где они? Чужеземные мальчики? Никто из них не пришел на урок?» Алибей нахмурился и, коротко глянув по сторонам, сказал «Они в корпусе. Приказано никого не выпускать до вечернего отъезда во избежание побегов». «Какого отъезда уже? Сегодня?» «Да, султан Мехмед распорядился ускорить приготовление к переводу в новую школу». Сердце Лале упало. Она зажмурилась и помотала головой, будто прогоняя дурной сон. Но реальность оставалась такой же, какой была. А попрощаться с друзьями запрещено. Он сурово сдвинул брови, но глаза его выдавали сочувствие. «Наверное, его можно уговорить? Просить этого честного вояку нарушить приказ?» «Алибей, пожалуйста!» «Ой-ой-ой, какой выбор!» «Аслана, Влада, давайте возьмем обоих, дайте повидать Влада и Аслана». Мужчина постучал кулаком, а кулак и тяжело вздохнул. «Мне нужна будет помощь на конюшне в полдень. Я возьму их с собой. Ждите в сарайчике». Лаля сидела на тюке сена и нервно перебирала пальцами соломинки. Наконец дверца скрипнула и вошел Аслан, а за ним и Влад. Она подвинулась и Аслан сел рядом. Влад остался стоять у дверей. «Привет, ну ты как?» Аслан как всегда улыбался, но в глазах его притаилась печаль, такая непривычная для этого лица, что у Лаля стало больно. «Почему ты улыбаешься? Ты можешь хотя бы сейчас не улыбаться?» Ее грусть почему-то переросла в досаду, почти злость. Аслан пожал плечами. «Не могу, ведь ты рядом». «Зато он прекрасно может». Лаля махнула рукой на Влада. Его лицо было таким, как обычно на людях, чуть бледным, закрытым, неживым. «Почему ты молчишь? Если пришел стоять столбом, то лучше бы совсем не приходил». «Ну ты чего ворчишь? Он же тоже переживает. Зачем мне смотреть на эту пустую оболочку? Тебя в ней нет». «Мы правда зря пришли, Аслан. Прощания не помогают, а делают только хуже. Лаля это не нужно». «А что помогает? Притвориться мертвым? Если делать это хорошо и долго, можно и впрямь превратиться в камень». Влад подошел к окошку и посмотрел на небо. «Скоро ты все забудешь. У тебя будет хорошая счастливая жизнь». «А вы тоже забудете?» «Влад, ну зачем ты? Никто ничего не забудет. Все наши приключения, шутки, разговоры, их невозможно отнять. Они остаются с нами навсегда, через время и расстояние. И кстати, у нас к тебе важное поручение. Обещай выполнить». «Какое?» «Беречь и радовать вот эту девочку». Он легонько стукнул пальцем по ее носику. «Балуй ее, как только можешь, чтобы она и не думала раскисать, ведь скоро все наладится». «Твои отношения со сланом улучшились. Влад повернулся, стиснув зубы». «Думаешь, от твоих баек ей станет легче? Или ты самого себя утешаешь?» С внешней стороны сарая послышался скребущий звук, знак, что пора прощаться. Аслан взял ладони Лале в свои и легонько сжал. «Аслан!» Лале бросилась ему на шею и крепко-крепко обняла. Он погладил ее волосы, медленно вздохнул их запах, будто стараясь получше запомнить. Потом она подошла к Владу, который вновь отвернулся к окну, обняла его со спины, соединив руки у него на поясе. «Влад, я тебя не забуду!» Вдруг она почувствовала на своей кисти касание его холодных пальцев и их легкую дрожь. Но через миг Влад высвободился из ее объятий и, не глядя на нее, поспешно вышел. «Не верь его словам. Помни, что ему больнее, чем нам. Совсем недавно он потерял семью и тут снова». Он еще раз пристально посмотрел на Лале, улыбнулся и вслед за другом покинул сарай. Вот уже полчаса Лале сидела во дворе заброшенного домика. Ее душили рыдания и здесь она могла дать волю чувствам. «Какой прок от успеха нашей школы на научном конкурсе, если в ней теперь не будет моих друзей!» Арчи положила передние лапы ей на колени и утешала как могла, тыча влажным носом в лицо. Лале обняла гончую. «Спасибо, милая, с тобой мне чуть менее грустно и все же». Она снова заплакала. Но рано или поздно любой поток иссякает, иссякли и слезы Лале. Теперь она сидела тихая, уставшая. «Добрый вечер, Лале Хатун, как приятно вас здесь увидеть!» София вошла во дворик с улыбкой, но увидев лицо Лале перепугалась. «Вы плакали? Что-то случилось?» «Первый указ нового султана Мехмеда вы слышали?» София грустно кивнула. «Так вот, сегодня вечером он будет приведен в действие». Выплакав слезы, Лале чувствовала, что начинает смиряться с мыслью. Она тихо прислонилась к стене и прикрыла глаза. «Я ничего не могу сделать! У Мехмеда безграничная власть! А ведь это лишь первый его указ! Боюсь, дальше будет только хуже!» София посмотрела на нее сочувствием, потом, немного подумав, сказала, «Об этом не распространяются, но на самом деле его власть не безгранична! То есть как?» Султан Мурад, оставляя престол, прекрасно понимал, что Мехмед совершенно не готов править. Поэтому он устроил так, что ни один указ Мехмеда не может вступить в силу без одобрения великого визиря. «Халиль Паши! Вашего отца!» Лале это почти крикнула и тут же испуганно зажала себе рот. «Да, и так будет, пока ему не исполнится 16 лет, еще два года. Мехмед не настоящий султан, он как малыш, который оседлал палку и думает, что на коне. Да, конечно, сравнение. Империя теперь управляет мой отец, и я знаю, что указ о школе он еще не подписывал. Вы думаете, он может его отклонить? Ее сердце радостно затрепетало. Все же для этого нужны веские основания, и я не думаю, что он вот так просто...» Лале в отчаянии заломила руки. «Если он подпишет, мои друзья уже сегодня будут отправлены в другую школу, далеко отсюда!» София вдруг взяла ее за руку. «Послушайте, Лале Хатон, помните, я говорила, что если смогу однажды вас отблагодарить, то сделаю это с радостью? Так вот, отец сейчас очень занят и никого не принимает. Но для меня, думаю, он сделает исключение. Я попрошу его принять вас. Объясните ему важность школы, самое мало, что знаю о школе и вряд ли смогу его убедить. А вы умная и красноречивая, вдруг у вас получится?» Лале уже пару минут стояла перед визирем, но он что-то писал и будто не замечал ее. Наконец он закончил и поднял голову. «У меня мало времени, Лале Хатун, но София очень просила вас выслушать». «Начну?» «Так, сразу сделаю, с короткого приветствия. Он сказал, что у него мало времени, но совсем без приветствия нельзя». Лале почтительно поклонилась. «Приветствую и благодарю вас, Халиль Паша». Визирь благосклонно кивнул. «Так о чем вы хотели поговорить, Лале Хатун?» «О первом указе нового султана, господин. Я прошу вас отменить его». Брови визиря удивленно приподнялись. «Почему же?» «Потому что дворцовая школа это очень важный проект султана Мурада. И то, что все учатся вместе, османы и чужеземцы, юноши и девушки, это блестящая идея, опережающая время. Нельзя переводить пленных в другое учебное заведение. Это подрывает всю суть школы Мурада Второго». «Я слышал о результатах научного конкурса, они впечатляют. Это говорит в пользу системы Хаджама Мустафы. Также я знаю, насколько уважает и ценит вас ваш дядя. Поэтому я соглашусь с вами и отклоню первый указ юного султана. И еще давно ведутся разговоры о поступлении в школу других девушек. «Кажется, пришло время, если вы хотите кого-то порекомендовать». Лаля не верила своим ушам. «Да, я знаю одну прекрасную девушку, которая очень хочет учиться. Но она из гарема пленница». Великий визирь нахмурился, встал и заходил по комнате, напряженно думая. «В вашей школе ведь учатся пленные юноши. Почему бы не учиться пленной девушке?» «Мы позволим ей посещать школу». От счастья у Лалей перехватило дыхание, но мысль о друзьях заставила ее собраться. «Халиль Паша, нужно сообщить об отмене указа, иначе пленных юношей увезут сегодня на закате». Визирь посмотрел с удивлением. «Что? Без моей подписи этого не могут сделать?» «Их сегодня заперли и весь день не выпускали. К отъезду все готово по распоряжению султана Мехмеда». Глаза главного визиря сверкнули огнем. Он не сдержался и процедил. «Этот мальчишка...» «Не беспокойтесь, прямо сейчас я отправлю помощника, распоряжение отменят». Лаллия благодарно склонилась в поклоне. «А что до султана Мехмеда? Раз ему так не нравится школа в ее нынешнем виде, думаю, мы переведем его на отдельное обучение. Это будет просто супер». Визирь отвернулся к стене и пробормотал. «Может, так будет больше толку?» «Так, летим назад». «Я вернулась. Первое, о чем я подумала, по крайней мере, я в своей комнате. Часы показывали почти шесть вечера. Я начала собирать со стола инструменты, когда в дверь постучали. На пороге показался Влад с большой красивой коробкой в руках. «Еще работаешь?» «Как раз закончила. Посмотришь, как продвигается». «Позже. Сейчас мы с тобой уезжаем». «Куда?» «Лео сказал, вы узнали, кто купил остальные картины. Я связался с этим человеком, Гредишем, и он согласился навстречу. Влад вручил мне коробку». «Там будет светский прием. Для дам дресс-код серебристый цвет, поэтому я заказал для тебя кое-что. Выбери подходящее». Он вышел из комнаты, а я открыла коробку. Ух ты! Боже, она как принцесса. Серебряные кристаллы. Серебряный водопад. «Ой, ужас какой-то вообще, кошмар. Все какие-то немножко однообразные. Да, берем этот. Под этот наряд нужна другая прическа. Ух ты! прикольная. Низкий хвост, но не с таким лубом. Ух ты! А, и все, так мало. Мало причесок. Ну, я как-то ни в одном не влюбилась. Даже не знаю. Наверное, возьмем бесплатную. Вообще, та, которая была, тоже вполне нежная. Перед отъездом мы с Владом пошли в беседку в саду, чтобы попрощаться с остальными. Хотя вечер только начинался, было уже достаточно сумрачно, облако над замком никуда не делось и висело как приколоченное. Сандра и Мили сидели в садовых качелях. Сзади стоял Ноэ и заглядывал сверху в книгу, которую Мили читала вслух. В начале пятнадцатого века со всей Европы в регион Карпатских гор ссылали ведьм, колдунов и прочих людей, запятнавших себя подозрениями в связи с темными силами. Утверждалось также, что Карпаты стали местом сосредоточения всевозможных сущностей Нижнего мира. Во-первых, по причине деятельности вышеуказанных колдунов, а также из-за удаленности и малонаселенности этой горной местности, что делало ее идеальным убежищем для существ, застрявших между мирами. Милли, что ты такое читаешь? Звучит ух ты, захватывающе. Да, очень. Милли прикрыла книгу и, сияя, предъявила мне обложку, потемневшую и потрескавшуюся от времени. Энциклопедия Карпатской нечисти, 1897 год, вот издание. Откуда она у тебя? Это все Ноэ. Ее щеки чуть порозовели, и она благодарно посмотрела на молодого человека. Ноэ рассмеялся. Да, вот случайно попалась мне недавно такая любопытная княжица. Все увозил за собой, не знал, куда пристроить. Да, мне кажется, Милли глазик на него тоже свой пристроила. Поменяла Лео на Ноэ. А тут, оказывается, Милли интересуется темой. Он мне ее насовсем подарил. Но ведь Ноэ кажется, приехал без вещей. Мне их привезли пару часов назад. Раз уж Влад предложил мне остаться, без вещей было бы никак. Влад и Ноэ обменялись острыми, как клинки взглядами. Только не воспринимай эту книгу всерьез, Милли. Это сборник фантазий, забавных, но не связанных с реальностью. Они были очень популярны в конце девятнадцатого века, но также недостоверны, как современные журналы в духе сверхъестественной сегодня. Еще одна отсылочка. Мы сказали им о том, что уезжаем и уже собрались уходить, но Влад вдруг остановился. А где Лео? Он уехал. Ему позвонили, и он сказал, это важно. Уехал? Сандра, можно тебя на минутку? Когда она подошла к нам, Влад пригнулся и тихо ей сказал. Думаю, вам с Милли стоит поехать к тебе в село. Развеетесь, навестите твою родню. А чтобы не возвращаться по темноте, оставайтесь там на ночь, вернетесь завтра утром. Мы же только вчера там были. Хотя увидеть сестру я всегда рада, и Милли там понравилось. Пожалуй, и правда поедем и заночуем там. Прекрасно. Прямо сейчас собирайтесь и езжайте, пока не наступили сумерки. Лая, объясни сестре, жду тебя у машины. Влад ушел, а я замерла в раздумьях. Почему он хочет, чтобы они уехали? Ведь говорил, что замок самое безопасное место. Будто в ответ на мои мысли где-то в горах жалобно завыл ветер и начало моросить. Кстати, Лая, я поболтала с этим парнем с кухни Валентином. Он уверяет, что никаких детей в замке нет и не было уже очень давно. Так, и конец. Замечательно. Какие-то у нас есть детские маленькие следы. Этот непонятный волшебник в кавычках Ноэ, которого стоит опасаться и которому Влад прям дико не рад. И меня он тоже напрягает. И на Сферату он не нравится. Я вообще в жизни очень часто ориентируюсь. Если животным не нравятся какие-то люди, то стоит к ним присмотреться. Интересно, ребята останутся? Ну, я про прошлое. Аслан и Влад подросточки. Останутся ли они в школе? Или все-таки Мехмед как-то перехитрит это визире и они уедут? Вот очень интересно, что будет дальше? В общем, друзья, плейлист этой истории вы найдете в описании под видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.